Короче, на сегодняшний день нет ни одного документа, который бы зарегистрирован и который бы нам предлагал двигаться вперед. Еще два дня назад, помните, я вам говорил здесь, что вошел с предложением Турчинов, что они отработают вариант какой-то Конституции. Они, правда, говорили, что сделают это очень быстро, быстро не получилось. И на сегодняшний день мы не видим варианта, который мог бы взять за основу для дальнейшей работы. По их просьбе мы ушли на перерыв, два часа совершенно беспредметных разговоров в этом направлении. И в конечном итоге они отказались работать даже в этой комиссии. Если основной вопрос, как ставят наши представители оппозиции, это все-таки балансировка ветвей власти и принятие новой Конституции, то это самый быстрый путь. Для того, чтобы быстрее его пройти, мы можем взять за базу те наработки, которые уже сделали специалисты. Но в любом случае, в любом случае, это временной период по закону принятия с сентябрем месяцев. Быстрее никак не получится. Все, что быстрее, это не соответствует закону. Поэтому мы никогда людей не обманывали и не собираемся это делать. Я не имел возможности еще прочитать эти документы, хотя Арсений Петрович мне тоже показал. Все юридические механизмы, которые мы предлагали партії региону, не работают. Потому что нет ни политической воли, ни желания партії региону решить этот политический конфликт. Поэтому мы еще раз заявляем нашу позицию. Ось проект Конституции. Если в региональных регионах есть правки до этой Конституции, мы готовы их принять. На следующий месяц парламент должен голосовать за новую редакцию Конституции. Ихнего проекта нет, их бачения нет. И поэтому мы им чётко заявляем, что приставайте на наши бачения. Наши политические оппоненты затягивают час и говорят про то, что они не готовы голосовать за законопроект, так как им еще нужно додатково неизвестно сколько времени. В принципе, тут есть всего-навсего 15 сторинок. Если им тяжело прочитать 15 сторинок, мы готовы за них эту работу сделать. На какой Конституции выбирался Виктор Янукович? Это на Конституции парламентно-президентской формы правления. С повноважением Виктора Юшенко. За сколько была изменена Конституция, которая дала Виктору Януковичу диктаторские повноважения? За один день. Решением Конституционного суду. Чи выбирал народ Украины президента Януковича на те повноважения, которые он сегодня имеет? Не выбирал. Краина не может ждать до вересня месяца. Ну, не может. Люди не будут ожидать.